Музыка Краевическое общество Тухонторекта Мурлард осуществляет краеведческий поход по территории города Аржикава. Сегодня мы осматриваем старые улицы этого города и хотим узнать много нового, посмотреть те объекты, которые у нас заложены в плане похода и те, которые мы обнаружим уже, как говорится, вне плана. Аржикала имеет давнюю историю. Она описана в произведениях Ибрагима Гия Саблы, это 14 век, Мухаммада Абабья Ахташлы, это 17 век. Аржикала упоминается в моздокской рукописи, найденной в Кумыкском селении Кизляр. И, разумеется, о развалинах города Аржикала говорится в исторических произведениях, точнее, в воспоминаниях 18 века. Это Фальк, Рейнекс и Петр Великий. Надо сказать, что город развивался, имел наслоение разных эпох. Это Семендер, то есть Хазарский период. Затем развитое Средневековье и, наконец, новое время, когда на руинах Анжикалы и Семендера были созданы укрепления Петровская, а потом на его основе и город Порт-Петровск. Часть этих старых построек сохранилась. И старые улицы города, это Маячная, Левина, Заманово, Коминтерно, хранят осколки того самого Порт-Петровска, который многие люди ностальгируют. Ну и, соответственно, хранят осколки Анжикалы, потому что Порт-Петровск и Махачкала строились из обломков Анжикалы как части большого хазарского мегаполиса Семендера. В 20-е годы пришла советская власть, давай строить новую жизнь, новые объекты, соц.ппык, а в 80-е годы остатки роскоши, остатки нефтяных денег, потому что еще какие-то предприятия возводились, что-то строилось, и поэтому, конечно, здесь строились и казенные здания. В общем, здесь 9 старых улиц и переулков, у которых 5 самые старые, которые отмечены еще в переписи по документам 1904 года. Что касается самой Анжикалы, то она описана и в произведениях Мухаммеда в обьях. Да, блоки большие, согласен. Это старый дом, судя по блокам, старая. Да, 5 школы были вакагоз, здесь 3 из них имеют статус памятника. Копать тяжело, такие места. Какие места тяжело оказалось. Здание «Октик Телеком», оно до советской постройки, мы сейчас слышим, в самом деле все, поснимаем ее, посмотрим тоже. До советская постройка, это примерно 50-е, середина прошлого века, уровень на Сталинском периоде. Стрелки Телеком. Ну, это здание, очень интересный, Это линейный отдел и полиция. Это здание до советского построения, с чем 20-го века. Что там было, я не знаю. Может доходный дом, может гостиница какая-то, может быть там. Частный дом был. Вот красное здание, красивое. Классика 1900-1910-х годов. Хотели его купить сайдингом. В начале 1910-х годов, лет 10 назад, но вообще с нас размутилась и не стала полиция обшивать. В том-то и дело, что они почему обшивают, что потом дождь не попадает и не нужно ремонтировать, они хотели сэкономить. Но потерялся бы. Слава Богу, не стали обшивать и осталось совместно. Да, а пока, смотри, вот этот дом, вот такой же, как вот этот, а этот мне можно и сил снять. Жилой дом, это жилой дом. Вот это? Да, жилой дом, это жилой дом. Это, я думаю, мастер оставил, мне кажется. Может быть, может быть. То есть стиль не 10-го века. А? Это стиль не 10-го, это целый мяник. Да, согласен, согласен. Ну, мотивы, она матирует. Это прошлого года стиль. Вот это я узнаю. А? Вот это узнаю. А? Вот это узнаю. Пластика. Ну, это уже современные поставили. Ну, это в прошлом году сделали. Асфальт узнаю символики. Вот это узнаю символики. Мастер. Особенно вот эти поставил. А? Тенгри. Я его фотографировал. Это знак Тенгри. Ага. 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 На улице Ушаково. Гощик видел? Да. Какой-то аварит, хозяин. Он поставил в магазин эту эмблему. Тебе интересно? Что из него нет, да? Он даже не знал, значит, уже просто так называют. Ну, в горах, везде есть эти эмблемы. Он может быть, знает, не знает, но дело поставили. Соляный знак. Соляный знак. Солнце. Здесь, оказывается, отгибло это там была первая. Продолжение следует...